Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, перед нами новая неделя, понедельник. Сейчас главы разделены, вне Израиля читают Ахареймот. И давайте мы будем придерживаться этой хронологии. И продолжаем считать счетомера. Что такое счетомера, давайте все-таки углубимся в двух словах. Согласно объяснению Кабалы, 49 дней, соединяющих день исхода, с днем Таравания Торы, Пейсах и Шавлот, соответствует 49, так называть, сферот, каналам души, и определяющих склонности человеческого тела. Каждый день ознаменует собой очищение одного из канальчиков. И приближает человека, или наоборот, к тому дню, когда получена будет Тора. Каждый год на внутреннем уровне воспроизводим путешествие, отсчет недель, вот этих 49 дня. Потому что это волшебное время, очень необычное. Вершина его шаву, праздник недель достигается вот этот медленным, медленным, постепенным самоочищением. Конечно, если 49 каждому удалось вычистить, это блестяще. Но если даже 48 тоже хорошо. После того, как первая неделя Амера проходит, мы почему-то начинаем считать, что счет сегодня 7 дней, то есть одна неделя после принесения Амера. А на завтра говорят, что сегодня 8 дней и одна неделя, и один день после принесения Амера. Для чего это все? Дело в том, что об осчислении Амера в Торе сказано дважды. Один раз отсчитайте себе 50 дней в книге «Воя игра», а потом 7 недель отсчитайте себе в книге «Дворим». Отсюда наши мудрецы вывели, что недостаточно считать только дни, надо считать и недели. Кстати, из этого указания в книге «Дворим» вывели, что отсчитывать Амер следует стоя. Слово «кама» небесно сжатый хлеб просматривается как намек на кима, стояние. Но это такое. Сегодня особый день, гура в гуре, такой, знаете, ух, это решимость проявить решительность в решении назревших проблем. Очень часто все проблемы связаны с тем, что мы не решаемся сделать какой-то шаг. Если мы столкнулись с проблемой, это значит, что у нас есть сила ее преодолеть, написано в кабале. Вот сейчас настал пила время, сегодняшний день особый, время такого решительных действий, принятия решений. Надо не бояться проявить силу мужества и действовать в отвоевывании у души своих дурных качеств, в первую очередь. Чтобы не ошибиться, сказали мудрецы, в любом действии, надо смотреть, как мои действия расценят на небе. При совершении того или иного поступка надо думать, как Тора нам подсказывает, как Творец нам подсказывает. Я расскажу короткую историю. Хафицхайм встретился с одним из крупных раввинов того поколения и просил его поставить подпись на определенном воззвании во благо евреев Восточной Европы. А раввин был немножко политический, он замялся, говорит, знаете, у меня есть причина, по которой я не могу не подписать это письмо, может обойдемся только вашей подписью. Хафицхайм улыбнулся и сказал, я вас понимаю, но будете ли вы готовы упомянуть причину отказа, после того, как вам исполнится 120 лет и вы предстанете пред престолом небесной славы. Вот как надо рассуждать. И знаете, есть еще одно, поступая морально, поступая красиво, поступая честно, вы не думайте, что надо ждать одобрения от окружающих. Написали мудрецы, что такое бывает, но иногда как бонус, обычно награда находит только на небе. Ожидать от мира справедливости, потому что ты хороший человек, это все равно, что ожидать, как сказал один мудрый человек, что бык не станет тебя бодать, потому что ты вегетарианец. Несвязанные вещи. Итак, сегодня главное это решительность. Знаете, еще такая маленькая мастер, четыре лягушки сидели на бревне. Вдруг одна из них решила прыгнуть с него. Сколько лягушек осталось на бревне? Умный человек говорит, четыре. Четыре. То, что лягушка решила прыгнуть, не значит, что она сделала. В мире существует печальная статистика такая. Это статистика законченных дел и незаконченных. Количество неосуществленных решений и осуществленных. Количество того, что ты думал и сделал. Еще печальнее то, что многие решения умирают еще до того, как человек хотя бы попытается что-то сделать. Вот человек решил, с завтрашнего дня я и пошло дальше. В итоге мы остаемся на том же самом бревне, на том же самом болоте, решаясь. И ничего не делая. На жизненном пути каждого человека времени от времени бывают сложные ситуации. И чтобы принять решение, нужен характер. Вот этот характер, подсказывает небо, лучше все проявлять сегодня. Сказали мудрецы, что есть проблема, почему все так вот у нас в жизни закручено. Мы хотим все сразу и легко. Но желания, они мимолетные. Есть какая-то мечта, и она проскакивает. Человек забыл уже, пошел дальше. Жизнь превращается в рутину, без смысла, без глубины. Потом однажды, опять вспомнил, пытается начать сначала, времени уже не так много. На нашем пути появляются разные препятствия. Мы опять останавливаемся. Нас переполнять начинают отчаяние и злость за собственное бессилие. Но написали мудрецы, что тут есть выход. Зачем нам переживать? Никогда не сдавайся. Борис, не важно, что ты проиграл одну битву или даже несколько. Жизнь продолжается. Твои главные противники, их называют поименно, они в тебе самому. Лень, страх, сомнения, нерешительность и так далее. Начни войну с ними сегодня. Сегодня самый лучший для этого день. Брахавы от слаха. Продолжение следует...